Всем привет! На связи Александр Борисов и студия звукозаписи Bass Records. В этом видео я хочу рассказать вам немного про мониторы. Но не просто про мониторы, а про профессиональные контрольно-акустические системы, производство которых находится в моем городе, в городе, в котором я живу и работаю, то есть в городе Оренбурге. Вообще с фирмой N-Monitors я знаком уже достаточно давно, и могу сказать, что я один из самых лояльных пользователей продукции этой фирмы. У меня уже далеко не первая акустическая система, на которой я работаю в студии. И на данный момент у меня есть трехполосная пассивная модель N300, есть также сабвуфер от N-Monitors и небольшая кастомная акустическая система, которая не пошла в серию. Ну и более того, не хочу показаться нескромным человеком, но через мои уши прошли все модели от N-Monitors. То есть я являюсь таким негласным тестировщиком, и все мои замечания не раз учитывались разработчикам. Сегодня у меня в студии новая, а точнее обновленная модель X600 Anniversary Edition, юбилейная, двухполосная акустическая система с фазоинвертором. Какие-то более конкретные спецификации вы сможете посмотреть на сайте производителя, я на них сегодня останавливаться не буду. Расскажу про свои впечатления. Ну, на первый взгляд, каких-либо радикальных отличий чисто внешне от прошлой версии, казалось бы, нет. Конечно же, появились фирменные шильдики, которые, как по мне, дают плюс 100-500 баллов к внешнему виду, но все-таки самые главные изменения произошли в звучании. И если говорить в сравнении с предыдущей версией, то в новой модели изменился характер звучания верхних частот. Он стал более мягким, но в то же самое время остался очень информативным. И также, по моим ощущениям, немного расширилась граница низких частот, то есть мониторы стали более басовитыми. Но хочу отметить, что бас здесь очень четкий, быстрый и хорошо читаемый, без какого-либо паразитивного гула, как это обычно бывает в недорогих фазоинвертерных системах. Он очень понятный, он не раздутый, и, как по мне, он весьма достаточен для работы с большинством музыкальных стилей. В общем и целом, данные мониторы обладают очень открытым, детальным и прозрачным звучанием, ровным по всему спектру. Что касаемо среднечастотного диапазона, то у X600, на мой взгляд, этот диапазон звучит намного выигрышнее, чем у моих N300. N300 обладает более жестким звучанием, в частности, по верхней середине, в то время как у X600 этот диапазон намного мягче и намного информативнее. Благодаря хорошей детализации, прорисовку планов и вообще локализацию звука в пространстве можно описать всего одной единственной фразой. И это без каких-либо приукрас и без лишней патетики. На самом деле, при прослушивании создается такое ощущение, что некоторые звуки можно просто потрогать руками. И, на мой взгляд, это очень полезное свойство данной акустической системы, так как при работе над аранжировкой или при работе над сведением вы с легкостью сможете расположить элементы звукоряда, так сказать, в каком-то воображаемом трехмерном звуковом пространстве. Мне довелось поработать на X600 всего несколько дней, и понятно, что какое-то объективное отношение сформируется при более продолжительном времени использования. Но лично для себя я могу уже с уверенностью сказать, что это очень комфортный мониторинг. И, к слову, через несколько часов работы я просто-напросто забыл, что я работаю не на своих N300. То есть настолько у X600 понятное и не требующее особого привыкания звучание. Вот такие вот мои первые ощущения от обновленной модели N-Monitors X600. Я в очередной раз выражаю огромную благодарность Алексею Нефедову за то, что он предоставляет мне одному из первых возможность потестировать новинки от N-Monitors. И я уже всерьез начинаю задумываться об апгрейде, но это уже совершенно другая история. На этом у меня все. Если у кого-то есть вопросы, задавайте их в комментариях, я постараюсь на них ответить. Всем спасибо за внимание, всем творческих успехов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok